Панова Вера Фёдоровна. Она родилась в Тамбовской области, Никировский район, Зелосычёвка, улица Пушкинская, дом 7. Мама старший папа на 3 года. Маме 40, а папе 37. У меня ещё есть две сестры. Первая старшая сестра зовут Ира. Катя учится в 11-м В-классе, в старшей школе. А средняя сестра Катя Ибрагимова, она учится в 9-м В-классе, тоже в старшей школе. Кате 14 лет. Кате мне старше на 5 лет, а Ире на 8. Я увлекаюсь аэробикой, танцами и музыкой. А Ира, она ходит, она ходит, ходит на музыку, она учится играть в детали. Кате, Кате увлекается рисованием. Она учится в художественной школе, а у нее детская родственная школа, мы два. Она играет на пианино. У нас, у неё тоже учитель приходит домой. Мама, она убирает наши классы и ещё убирается в трёх местах. И у них много зарплат. Мою бабушку зовут Канебеева Александра Ивановна. Она сейчас живёт в Тамбовской области, в Никипольский район, в село Сычёвка. И тоже дом 7. Дедушка, к сожалению, у него уже нет. Ему в прошлом году исполнилось 80 лет. Он был моряком. Бабушка-то в ногу, потом, и он не мог ходить. Ему вытащили поле и защили ногу. И он стал ходить. Потом он был в 10. Мне рассказала Майка. Его зовут Михаил. Он работает в РАУЕС города Москвы. Участвовал в Олимпиадах. Занял одно первое место, два вторых. И когда ему было 10 лет, он выиграл две стеклянные медали. Моего второго дедушку зовут Станислав Кондратьев, тоже Андреевич. Он был режиссёром знаменитого Московского театра. Как тебе это называется? Я забыл. Косачёв Михаил. 63 года. Так, вот ещё раз говорю. С точки зрения техники, отлично. И Двеева на пятёрку, согласитесь, да? И кнопки все работают на пятёрку. Неправда. Где ты увидел четвёрку? Где ты увидел четвёрку? Скажи мне. А кем себе все пять поставили? Да ему хоть десять. Надо честно оценивать. Да. Ну вот рассказ малоэмоциональный. Родился, 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 умер. Это... Это... Я Мухаммеджану Шамей, мне девять лет. Родился в Москве. Моя сестра... Моя сестра... Ей десять лет. Родилась в Москве. И учится со мной? И учится со мной в школе. В одной школе. Маму Мухаммеджану Юлию Владимировну. Ей двадцать девять лет. Работает в магазине. Кассиром. И папа. Мухаммеджану Фаршану Хадисовичу. Ему тридцать два года. Работает... Работает... Работает строитель. А младший дарит? А младший дарит? Десят. Так, кнопки работают или нет? Я его не видел. Детушка... Детушка у меня Платона. Но я знаю, что он родился в Калузской области. Он родился в Калузской области. Он еще рабочий. Он переехал в Москву. Мама меня Платонова Наталья Николаевна. Родилась в 1964 году. Ей тридцать восемь лет. А раньше она была товароведом. А теперь она домохозяйка. Еще довозила Капоту быть секретарем. Папа мой Платонов Александр Николаевич. Он увлекается футболом. А вообще-то он полиграфист. У меня еще есть бабушка. Она тоже полиграфист. Ее зовут Платонова... Ее зовут Валентина Дмитриевна. Она тоже полиграфист. У меня еще есть прадедушка. Его зовут Платонов Александр Никитович. Он тоже полиграфист. Вот все, что я... Брат у меня есть Докин Евгений Платонов. Он студент. У меня еще есть один брат. Его зовут Платонов Максим. Он тоже студент. И вместе. Восемнадцать лет. Жене сейчас в полет... Он учится на летчика. Я еще увлекаюсь английским и теннисом. У меня... У меня английский два раза в неделю, а теннис четыре раза. Это на живописной улице. Молодец, Кирюш. Ну вот, Кирюш уже как-то более так приближенно к жизни нам все рассказал. А то у нас только хронологические даты. На улице Большая Филевска. Моя мама зовут Малована Наталья Павловна. Ей двадцать шесть лет. Она работает геологом. Геологом. Мама, день рождения, двадцать девятого августа. Я увлекаюсь хором. Я увлекаюсь хором. Павел Валерич. Родился в 1993 году. Моя мама работает в Сбербанке. Она родилась в 1952 году. Работает в Сбербанке. Моя мама развилась с ним, и моя баба родился в Москве. Моя мама тоже. Моя мама любит читать, и я тоже. Моя мама любит читать, и я тоже. Мой папа родился в 1891 году. Чудо. Папа? Паш, сколько ты хочешь походу? 4600. 4600. Так, Саша, ты. Леница третьего класса. И хочу рассказать. И хочу рассказать об своей семье. Я жила ученица третьего класса. И два года жила на спортивной. Потом мы с мамой переехали сюда. И живем тут. Уже несколько лет. Моя мама, Лариса, Талызина Лариса Алексеевна, работает в детской поликлинике. Мерка сестра. Она в основном работает в кабинете ЭКГ. Мой папа. Молюционер-кинолог. У него много собак есть. Ну, и я, а я сама увлекаюсь музыкой, книгами. Ладно? Какие кнопочки работы, такие показываешь. Ну, не все успели все сделать, конечно, всегда. Есть проблемы? Маме, папа. Его зовут Алексей. Он работал в милиции. Сейчас он пенсионер. А моя бабушка, там, малина мама, работает с Ален Генем. Ну, делает с Ален Генем. Кто папа? А вот папа, это мой дедушка. Он сейчас вот, я правда не знаю, кем он работает, но... Это у меня другой. Он у меня вообще... Иногда перед тем, как, ну, водить машину, при тем, как сесть за руль, а у него есть машина. Он обязательно иногда чего-нибудь, ну, пиво там выпьет, или еще чего-нибудь. Ну, и врежется. Ну, а папина мама, бабушка, ходит и его потом выручает. А у моей бабушки, дедушки, есть собака. Коля, ее зовут Фроса. Саша, ну, погоди, только вашей родословной. Значит, веточка должна обозначать какого-то человека, а не просто ветки, как вот у дерева растут, и на них вы свои кнопки налепили. И вот на Сашином дереве эти кнопочки очень хорошо соответствуют каждой веночке. Меня зовут Раицкая Мария Петровна. Я родилась в 1993 году. Мне 9 лет. День рождения у меня 31 мая. Я в третьем классе. Я увлекаюсь бальными танцами. Мою маму зовут Раицкая Людмила Петровна. Ей 42 года. Родилась она в 1960 году. Раицкая Мария Степановна. Она родилась в 1932 году. Она умерла. Она работала на лесозаводе. Она была опилщицей. Еще она работала по дереву, где они делали всякие из дерева горшочки, кружки. И делали мере столы. Моя мать, что зовут Раицкий Петр Григорьевич. Он родился в 1930 году. И умер. Он работал на лесозаводе. Он был пилорамщик. Они работали на лесозаводе, и им нужно было очень много пил. Они ломались, и он был самый хороший работник. Мою прабабушку зовут Раицкая Бронислава. Раицкая Бронислава. Раицкая Бронислава. Раицкая Бронислава. Она родилась в 1905 году. И она умерла, но она была по профессии продавец. Моего прадедушку зовут Раицкий Григорий Петр. Раицкая Бронислава. Он родился в 1905 году. Он был кудовщик. Он воевал на Великой Отечественной войне. Он воевал в городе Киев. Субтитры делал DimaTorzok Миша, я живу в городе Щукино, я ученик 3-го Б-класса, я увлекаюсь каратэ, футболом, хожу на музыку, пою, играю на пианино. Это моя мама, ее зовут Азарина Светлана Николаевна, она живет в Москве, работает педагогом. Моему папу зовут Николай Игоревич. Он работает, он возит товары по магазинам. У меня есть брат, он учится в школе в 9-м классе. Его зовут Азарина Сергея Игоревич. У меня еще звук есть, военный брат, его зовут Азарина Сергеевна. Он уже, ему уже 18 лет. Он хочет поскупить профессию строителем. У меня еще один брат, его зовут Тимур. Он студент, учится, он уже закончил один институт. Еще я знаю своего дедушку, его зовут Азарина Николаевич Иванович. Он живет в Москве. Я люблю свою семью и люблю свою бабушку и дедушку. Я учусь в 3-м классе в школе ВК-18-74. Я хожу на музыку и увлекаюсь вязанием и вышиванием. Мою маму зовут Садикова Татьяна Александровна. Она дежурная на пульте управления. Она родилась в 1972 году. Приехала в Москву из Санкт-Петербурга. Мой папа, Садиков Александр Михайлович, родился в 1970... 700... Он родился в Московской области, в городе Долгопрудный. Милиционер, командир роты. Моя бабушка, Садикова Нина Николаевна, она родилась в 1939 году. Она мотается на крокотажной шпаблике. Тоже живет в Балкопрудной. Мой дедушка, Садиков Михаил Борисович, родился в 1937 году. Экспедитор. Он родился в Щелковском районе, в деревне... В Щелковском районе. Моя бабушка мамина, Августова Таисия Васильевна, она учитель. Она уже пенсионер, но все равно пока работает учителем. Ей 56 лет. Она еще увлекается тоже вязанием и читает лечебные всякие книги. Мой дедушка, Августов Александр Александрович, он военный. Сейчас пока подрабатывает на... Он сейчас подрабатывает дежурным на радио «Эхо Москвы». Я очень люблю свою семью. Я занимаюсь танцами. Очень люблю маму и папу. Моя мама зовут Елена Тарасова Елена Ивановна. Ей 34 года. Работает бухгалтером. Моего папу зовут Алексей Алексеевич. Ему 35 лет. Он работает бизнесменом. Моя бабушка Ситникова Елена Ермолаевна работает... Она пенсионер. Дедушка тоже пенсионер. Бабушка Иванова Расковья Григорьевна тоже пенсионер. Ей с ней с 2 года. Дедушка Иванов Иванов Иванович, ему 62 года. Я их очень люблю. Учусь в третьем дуна себе. Увлекаюсь бассейном. Учусь в третьем дуна себе. Охранник, а щас был то есть охранник, а щас безработный. У меня есть бабушка. Соломина Мария Леонидовна. Когда мама уходит по делам, и не подай никому оставить, она не сгорает из школы и просто вместе приходит. А ты ей помогаешь? Да, я помогаю. Меня зовут Филатов Диван. Я учусь в третьем в 8 мая. Я родился с 99-го года с развитием. Увлекаюсь рекламной, художественной школой. И люблю очень себя. У меня есть плотезы. Филатов Иван Васильев. Он родился в 1913 году. Участник Великой Отечественной войны. Рожден орденами славы. Есть бабушка. И как вам рday то есть. Он林 Манцидович. Как? Я will go. Филат, îвануя disciplesев. А ты Миша, в 1900 , Ooh, ççç ! Я работал в госпитале, У меня есть столовая дедушка. Его зовут Иванов Иван Иванов. Он тоже участвовал в Великой Отечественной войне. У меня есть мама. Ее зовут Филатова Иванова Юрьевна. В 1973 году. Работает в Москве. У меня есть папа. Его зовут Филатов Дмитрий Дмитрий. В 1908 году. Работает в Охранниках. Тоже в Москве. У меня есть дедушка. Его зовут Филатов Дмитрий 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 Дмитрий. В 1947 году. Работает авиамеханика. Награжден медалью за трудовую добрость. У меня есть папа. Ее зовут Филатов Дмитрий Дмитрий Дмитрий. В 1948 году. В 1948 году. В Москве. Сейчас работает... Работала бухгалтер. Сейчас работает... Я очень люблю свою семью. Так, ребята, давай обратите внимание, сколько дедушек и прадедушек у Вани Филатова с именем Ваня. Да? Слышали? Ванечка, так что это значит? Меня назвали? Тебя. Тебя. Вот ты говоришь. И честь моей... То, что у меня очень много в семье было Ивана. Да, и честь одного из прадедушек. Тебя и назвали Ивана. Вот это было бы нам, конечно, интересно, такую ровность услышать. Меня зовут Чернецов Геннадий Владимирович. Я нарисовала предостобное гребо. У меня в семье есть... КОНЕЦОВАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 У меня есть дедушка Алексей Николаевич. У меня есть бабушка Папе, ее зовут Морозова Елена Викторовна. У меня есть бабушка Папе, ее зовут Морозова Елена Викторовна.